С вами канал «Учебник вслух». Литература, седьмой класс. Герберт Уэллс. Годы жизни 1866-1946. Герберт Уэллс – английский писатель, чьи фантастические романы имели огромную популярность при жизни автора и по-прежнему вызывают интерес у читателей и создателей современных романов и кинофильмов, посвященных освоению космического пространства, межпланетным отношениям и войнам, уникальным открытиям ученых и возможным катастрофическим последствиям их внедрения. Родился будущий писатель в семье торговца в небольшом городке недалеко от Лондона. Его ждала судьба отца. Однако юноша стал серьезно заниматься самообразованием и добился права на стипендию для учебы в престижном колледже в Лондоне. Не жалея сил и здоровья, Уэллс напряженно занимался естественными науками – анатомией, физиологией, много читал, увлекался трудами по философии и поэзии, сам начал писать. Мрачная картина будущего нарисована в первом романе Уэллса «Машина времени», действие которого перенесено в девятое тысячелетие нашей эры. В романе «Война миров» писатель предупреждает о возможных катастрофических последствиях для жителей Земли вторжения инопланетян. Высадившиеся на юге Англии марсиане, заметно опередившие землян в техническом оснащении и весьма своеобразно усовершенствовавшие собственный организм, они свободны от чувств и переживаний, совсем обходятся без сна, начинают уничтожать все вокруг, захватывают Лондон. Только случайность остановила дальнейшее продвижение марсиан. Их погубили некие земные болезнетворные микроорганизмы, против которых у них не было иммунитета. Во многих своих произведениях Уэллс выступает не только как художник-повествователь, но и как публицист. Его романы, в том числе «Остров доктора Мура», «Человек-невидимка», «Когда спящий проснется», «Пища богов», «В дни кометы», «Беллингтон-Блэпский» воспринимались как романы-диспуты, в которых ставились острые вопросы развития современной цивилизации, «Проблемы войны и мира», «Науки и образования», «Положение женщины в обществе».